МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новостной выпуск информационного агентства Курган.ру. Мои коллеги подготовили для вас сюжеты о самых значимых событиях в Кургане и области в студии Елены Шепунов. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Уехал из дома, вернулся к руинам. Пожар оставил без крыши над головой целую семью. Подробности происшествия знает мой коллега Михаил Котельников. Страшная трагедия произошла в микрорайоне Черемухова. Как спичка сгорел жилой дом. Пожар отнял крышу над головой у семьи из четырех человек. Произошло это в день города. Хозяин дома Андрей поехал с друзьями на природу. Около 11 утра позвонил сосед и сказал, что горит дом. Уже догорает крыша. Когда я приехал домой, здесь уже находилось две машины пожарных, тушили. Ну и дом уже практически весь сгорел. Крыша уже сгорела и рухнула. Единственное, оставалась возможность спасти хоть какие-то вещи. Но спасти удалось только паспорта и документы на участок. Мебель сгорела, остальная стала непригодной. Сгорели и все материальные сбережения. Вещи, практически все пришло в негодность, что не сгорело. То есть, естественно, закоптилось очень сильно. Поэтому большое имущество, большую часть мы потеряли, конечно. Вместе с Андреем Соболевым в доме жили три женщины. Его мама, бабушка, ветеран Великой Отечественной войны и тетя. Мамы во время трагедии не было дома. Бабушка успела вылезти в окно. Помогли соседи. Тетя пострадала больше всех. 50% ожогов на коже. Сейчас она находится в больнице. По прогнозам врачей, она пролежит там еще месяц. Сейчас мама и бабушка вынуждены ютиться у родственников. А Андрей переехал к своей девушке. Завалы помогает разбирать друзья. Мои друзья-то, они мне все помогают. Как видите, сейчас стен уже нет. То есть оставшиеся стены мы за прошлую неделю разобрали. Это все спасибо большое моим друзьям. Да и просто неравнодушным людям, которые кто как мог помогали. Андрей обращался за помощью во все возможные инстанции. На днях пришло письмо о том, что его просьбы рассматриваются на самом высоком уровне. А меж тем время идет. Холода не за горами. Михаил Котельников, Владислав Базарев, Александр Карпов. Информационное агентство Курганру. Вакцинация началась. Врачи за Уралье начали борьбу с гриппом раньше запланированного. Какого результата это позволит добиться, узнаете сюжетом. В Курганскую область поступила вакцина от гриппа раньше намеченного срока. Это позволит начать иммунизацию населения задолго до подъема сезонных острых респираторных заболеваний. Плюсы неоспоримы. На формирование крепкого иммунитета требуется до трех недель. На сегодняшний момент поступило 50% от заявленного количества вакцины. Но это количество полностью укомплектовало зауральские поликлиники необходимым препаратом. Кроме этого, в скором времени начнут прививать и в организованных коллективах, в том числе детских садах и школах. Мы здесь не должны забывать, что национальным календарем прививок определены декретированные категории, которые подлежат вакцинации за счет средств федерального бюджета. Это в первую очередь дети, это студенты, это беременные женщины, это медицинские работники и педагоги, это работники коммунальной сферы и лица, страдающие хроническими заболеваниями старше пенсионного возраста. В этом году планируется вакцинировать порядка 40% населения. Для детей и беременных будет использоваться вакцина Гриппол+. Руководство и врачи региона настоятельно рекомендуют зауральцам не относиться к вакцинации легкомысленно. Главная цель вакцинации не столько грипп, сколько серьезные, порой смертельные осложнения, которые вызывает этот вирус. Алексей Старцев, Александр Карпов, информационное агентство Курган.ру Сколько бы лета не длилось, его все равно мало. Об этом в голос утверждали участники и гости фестиваля «Мало лета», который прошел в Кургане 2 сентября на площадке Центрального парка культуры и отдыха. Что же это за праздник такой? Ассоциации он вызывает множество. Одна из них, например, малолетские. Им на праздники было уделено особое внимание, ведь среди совсем юных и даже малолетних курганцев оказалось немало тех, кто этим летом добился огромных высот. Кто-то сдал нормы ГТО и получил знаки отличия, кто-то впервые съездил в качестве вожатого в лагерь, а кто-то прочел массу интересных книг в библиотеке. С достижениями, которыми можно по праву гордиться, юных героев поздравила Людмила Дорофеева, директор библиотечной информационной системы города Кургана. Сегодня у нас второй год праздник проводится, прощание с летом, который называется «Мало лета». Сколько бы его не было, каким бы оно не было, его всегда мало, тем более наше короткое лето. Мы сегодня показываем, чем летом занимались наши горожане. Людмила Евгеньевна также отметила, что в этот день закрывается площадка «Нескучный сад», которая работала все лето, а также кинотеатр под открытым небом. «Мы хотим, чтобы лето не кончалось, и оно нас слушается», – добавила собеседница. Программа праздника оказалась весьма насыщенной. На территории ЦПКО работали площадки различных культурных, досуговых и образовательных организаций. На сцене выступали артисты, танцоры, спортсмены, певцы, и между номерами награждали лучших из лучших, самых сильных, умных и талантливых. Сегодня наша площадка представляет возможности экскурсионного отдыха в городе Кургане. В нашем ведомстве есть парк «Царево-городище», в котором также проходят уникальные мероприятия. У нас регулярно проходят различные масленицы, троицы с чаепитиями, русские народные игры. И поэтому сегодня нас на нашей площадке работает и встречает всех Тимофей Невежин. После официального открытия у нас будет экскурсионная программа. Ну и, конечно же, игры в русском народном стиле, которые мы и проводим в парке «Царево-городище». Несколько сотен курганцев стали гостями праздника «Малолетта». В течение всего дня они активно участвовали в работе площадок. Василий Сысуев, Алла Маковеева, Владислав Базалев, Александр Карпов и информационное агентство «Курган.ру». Чемпионский результат шадринский пауэрлифтер Роман Симахин завоевал в Орландо малое золото первенства мира в отдельной дисциплине. Также спортсмен везет из США бронзовую медаль общего зачета. Зауралец Роман Симахин завоевал бронзовую медаль первенства мира среди юношей по пауэрлифтингу, которая прошла в США. В городе Орландо, штат Флорида, на соревнования съехались более 200 спортсменов со всего мира. Мастер спорта России из шадринска Роман Симахин выступал в весовой категории до 105 килограммов. Зауральцу покорился вес в приседаниях со штангой 320 килограммов, в жиме лежа – 290 килограммов. Тем самым он завоевал малое золото в отдельном движении и установил новый мировой рекорд среди юниоров до 23 лет. В становой тяге Роман поднял 250 килограммов. Набрав сумму 860 килограммов, Роман Симахин завоевал бронзовую медаль первенства мира, уступив лишь украинцу и китайцу. Таких результатов у нас еще не было, поэтому бронза, которую завоевал Роман в Соединенных Штатах на чемпионате мира по пауэрлистингу, она, наверное, дорогого стоит. Мы ждем с нетерпением его, чтобы поделился своими впечатлениями об этом турнире. Бронза есть, хотелось бы еще дальше по этой лестнице подниматься. Напомним, в мае этого года Роман стал победителем первенства мира по жиму лежа. Тренируется спортсмен под руководством Сергея Степаненко. Михаил Котельников, Лидия Кайгородцева, информационное агентство Курганру. Понять и простить не захотели. Более трех веков назад Петр Первый ввел налог на бороды. Хотел, чтобы русские были не хуже европейцев. Тогда его современники это посчитали за покушение на национальные устои. Сохранилась ли мода на растительность на лице сегодня, Мария Серова узнала все в подробностях. Ровно 319 лет назад император России Петр Первый установил шокирующий налог на бороды. Однако европейская мода приживалась с трудом. Царя осуждали, а его новшества не принимали. Бояре считали, что Петр покушался на устои русской жизни. Годы все идут и нам стало интересно, а модно ли носить бороду в наши дни и кому это нравится. Это брутально и красиво. Для мужчин в самый раз. Вы знаете, в чем мода? Это где-то на восток начали смотреть. Потому что очень много мужчин с востока. Это борода. Борода красивая. К зиме. Я считаю, что нужно следить за своим внешним видом. Если борода красивая, тогда нужно за ней ухаживать. Мыть шампунем, ополаскивать в нем, чтобы было мягко. Я считаю, что они очень красивые. Я же брею ноги, значит им надо брить лицо. Нет какой-то модной бороды. Если у человека борода растет шикарно, как у Деда Мороза, то ему можно сделать большую, объемную бороду. Если она растет хиленько, жиденько, то можно сделать аккуратную, четкую бороду. Как почетину с четкими контурами. То есть тут нет какого-то жесткого канона. Я этого не знал, но я знал, что Петр Первый привез в Россию бритье. И после него стало модно выбривать все гладкие щечки. А до этого все ходили обросшие, как непонятно кто. А после него он вел тонкие усики и гладко выбритые щеки. В Петровские времена борода на лице действительно обходилась в копеечку. Для простолюдинов до 30 рублей в год, сословию до 600 рублей. И это по тем временам. Сегодня иметь у себя на лице модную растительность – дело выбора. Но вот содержать ее, так сказать, при параде, по карману далеко не каждому. Мария Серова, Влад Базалев, Лидия Кайгородцева, информационное агентство «Курган.ру». Синоптики обещают на всю следующую неделю дождь. Без ветровок не обойтись. Недалеко и до первых заморозков пришла пора подготовить гардероб к осени и зиме. Сделать это выгодно можно в новом магазине ярмарка «Верхняя одежда Ермак». Накануне состоялось его открытие. В Заурале ждут раннюю осень и зиму. И погода уже капризничает. По адресу Коля Меготина, 87, просто наплыв горожан. Открылась ярмарка верхней одежды «Ермак». Обновить гардероб курганцы пришли целыми семьями. И неспроста одеться могут все – и мужчины, и женщины, и студенты, и пенсионеры. В нашем магазине представлено более 3000 моделей курток, ветровок и пуховиков. С отличной фурнитурой, с огромным выбором цветов и размеров. Размерный ряд с 42 по 72. У нас одинится каждый. Курганцы не понаслывке знают, как тяжело выбрать качественную вещь по доступной цене. На ярмарке «Верхняя одежда Ермак» широчайший ассортимент товара. Богатство цветовой гаммы, качественная фурнитура, разнообразный утеплитель, синтепон, верблюжья шерсть, тинсулейт. Инновационный материал изначально разработан для костюмов астронавтов. Сочетает удивительную легкость и надежно сохраняет тепло. Эксклюзив, который широко применяется во всем мире, теперь доступен каждому. Узнав это, многие покупатели не верят, смотря на ценник. Этот магазин вот открылся, пускай цены недорогие, но можно выбрать. Вот я посмотрела, вот выбираю потихонечку. Многое пить еще в октябре, еще говорят. По ценам неплохо, много товара, красивые, улыбчивые продавцы, внимательные. Больше я рассматриваю зиму, чтобы ближе к зиме уже будет подороже, а сейчас подешевле. Расцветки, очень много расцветок. Самое главное, есть большой выбор, что как бы желательно. Тем более, говорят, что цены демокритичные. Европейское качество, а главное цена от производителя. Вы сможете без ущерба для семейного бюджета одеть всю семью и не будете бояться капризов погоды. Хватит переплачивать. Ярмарка верхней одежды «Ермак» открылась на улице Коли-Миготина, 87, работает ежедневно с 10 до 8 часов вечера. На этом наш выпуск подошел к концу. Еще больше новостей, то, что вам действительно интересно, вы найдете на нашем сайте Курган.ру. Далее прогноз погоды и новый выпуск программы «Здоровые интересы». Я с вами прощаюсь. Всего доброго. За последние 10 лет интернета «Желтая пресса» сыграли важную роль в распространении настроений, направленных против вакцинации. Из года в год это движение крепнет, масштабы и скорость слухов довели мракобесия до мировых масштабов. И почему-то эти люди не говорят о потерянных жизнях по вине их новой идеологии. В эфире «Здоровые интересы» я, Алексей Старцев. Сегодняшняя тема – вакцинация от клещевого энцефалита и гриппа. Россия вышла в мировые лидеры. Правда, гордости этот момент не вызывает. Речи о заболеваемости клещевым энцефалитом. Смертельные случаи и инвалидизации пострадавших можно было бы избежать, просто пройдя вакцинацию. Но многие не желают совершенствовать свой иммунитет. Якобы он сам способен справиться с любой чумой. Ежегодно в нашей стране от укусов клещей страдает более 400 тысяч человек. Около 100 тысяч из них – дети. Животное заражают опасными вирусными заболеваниями. Одно из них – энцефалит. Ежегодно диагноз ставится около 2000 россиян. От 20 до 30 человек ежегодно умирают. Еще больше остаются парализованными до конца жизни. В Урганской области является неблагополучной территорией по заболеваемости клещевым вирусным энцефалитом. Эпидемический неблагополучный период – с середины апреля по конец октября. За 2017 год зафиксировано 3724 укуса, из них 957 детей. Проведено исследование 938 клещей. Из них выявлен возбудитель клещевого энцефалита в 10 случаях. Зауральские клещи – возбудители и болезни лайма. Заболевание может буквально искалечить жизнь человека. Укус маленького животного часто происходит незаметно, а от последствий – мурашки по коже. Вирус нейротропин поражает центральную нервную систему. Страдают головной и спиной мозг. Спустя от 1 до 30 дней от укуса клеща возникает ознок, повышение температуры, головная боль, слабость, тошнота, рвота. Затем могут быть судороги, боли в мышцах и суставах, нарушение движений. Жителям Курганской области нельзя пренебрегать основным и наиболее эффективным средством профилактики и предотвращения тяжелых форм заболевания клещевым вирусным энцефалитом – это иммунизация. Вирус передается человеку через слюну животного, поэтому даже быстрое его удаление ничего не гарантирует. Заражение может произойти и через употребление сырого, козьего и коровьего молока. Все вирусологи мира ответственно заявляют – нет такого человека, который самостоятельно мог бы справиться с этим вирусом. Единственная защита – вакцинация как взрослых, так и детей. Для создания иммунитета к вирусу клещевого вирусного энцефалита необходимо поставить две прививки с интервалом от 14 до 6 месяцев, затем одну через 9-12 месяцев. И далее для сохранения защитного уровня иммунитета необходимо прививаться каждые 3 года однократно. Вакцинация от клещевого энцефалита проводится исключительно за счет собственных средств, но затраты в разы меньше тех сумм, которые вам придется потратить на лечение. И это в том случае, если вирус не успеет проявить на вас все свои ужасные последствия. Испанка. Такое название прикрепилось к одной из самых трагичных событий в истории человечества. Самая массовая пандемия гриппа. За полтора года, с 1918 по 1919 годы, гриппом заразилось почти 30% населения Земли. Почти 100 миллионов человек умерли. С тех пор общество стремительно развивается. Эволюционирует и вирус гриппа. Однако до сих пор есть желающие пройтись по краю пропасти. Любители с улыбкой на лице поиграть со смертью. По статистике ВОЗ, ежегодно в мире вирусами гриппа заболевает более полумиллиарда человек. Два миллиона из них умирает. И все потому, что люди, непонятно чего насчитавшись и насмотревшись, пренебрегают ежегодной вакцинацией. Грипп – заболевание, с которым не поговоришь на «ты», заявляют медики. Опасен и обладает уникальной изменчивостью. Ежегодно его штамм отличается от предыдущего. Вирус гриппа – это РНК-содержащий вирус. Он вызывает очень тяжелое заболевание. Значит, появляется у человека высокая температура, которая достигает фибрильных цифр. Это 38-39. Начинается ломота в мышцах, боли в глазах, головная боль. Появляется кашель. И появляются очень сильные симптомы интоксикации. Одновременно с этим вирус вызывает опасные осложнения. Отек всех слизистых, в том числе внутренних органов. Головная боль при гриппе – ничто иное, как отек головного мозга. Вирус работает целенаправленно, способен сжечь человека за несколько дней. Перенеся грипп на ногах, вы сокращаете свою жизнь на один год. Именно столько, по словам ученых, на борьбу с ним наш организм затрачивает энергии. Наш, конечно, иммунитет может бороться с вирусом гриппа, но самостоятельно, конечно, он сам не справится. Потому что нам необходимы частицы, которые именно входят в вакцину, инактивированные, то есть обработанные частицы, чтобы дальше выработался иммунитет от вируса гриппа. Прививка – единственный эффективный способ защитить себя и своих родных от изощренных вирусов. Используемые вакцины безопасны. В ртути, в вакцинах нет. Используются консерванты. Это мертолиаты, формальдегид. Это официально разрешенные в детской практике, взрослой практике консерванты для вакцин. Вообще иммунитет от прививочки создается ровно на один год. Вообще и научно-исследовательские институты, они исследуют вот эти штаммы вируса. И именно на каждый год вырабатывается вакцина, производится именно тех штаммов, которые именно будут характерны, активны для этого сезона. И поэтому прививку ставят ежегодно. И, в общем-то, она является продуманной. При этом вакцина не заражает человека вирусом гриппа. Она имеет в себе лишь его мельчайшие частицы – оболочки. Сама же прививка защищает от осложнений, которые вызывает грипп, цель, чтобы человек переболел и не умер. А вот то, что детей и беременных нельзя прививать – миф. Вирус поражает оболочку плаценты, кровеносные сосуды, плод начинает страдать, страдает его головной мозг. Летальные исходы, особенно у детей, это довольно нередкая ситуация. Особенно, когда это фульминантная форма, то есть быстро текущая. Буквально за несколько часов, сутки ребенок сгорает. Просто сгорает на руках у родителей. И даже медики просто не успевают ничего сделать. И это невозможно предугадать совершенно. Это может случиться с кем угодно и когда угодно. После того, как была поставлена прививка, у беременной начинают вырабатываться в организме антитела защитные, то есть формироваться иммунитет. И через плаценту внутриутробно ребеночку тоже передаются защитные антитела. То есть при рождении он уже имеет сформированный иммунитет от гриппа. И очень важно то, что вакцина ставится с 6-месячного возраста. Врачи убедительно призывают начать прививаться. Вакцина уже поступила в Курганскую область. Для детей и взрослых используются вакцины Савигрипп. Она же используется и для беременных. Поставить прививку можно в поликлиниках по месту жительства. Важно уже начинать прививаться. Иммунитет должен успеть сформироваться до начала эпидсезона. На территории Курганской области в настоящий момент проживают около 80 тысяч инвалидов. 3 тысячи из этого числа дети. В регионе прилагаются масштабные меры для создания этой категории граждан доступности в государственные, социальные и медицинские учреждения. Однако вопрос их перевозки, особенно когда им требуется квалифицированная помощь, до недавнего времени оставлял желать лучшего. Благодаря компании служба перевозки пациентов ситуация поменялась кардинально. Проблема транспортировки маломобильных граждан знакома огромному количеству зауральских семей. В нашем регионе проживает более 79 тысяч людей с ограниченными возможностями здоровья. Огромные трудности испытывают в передвижении и лежачие пациенты, а также лечащие переломы. Больные не могут самостоятельно передвигаться. Родные сталкиваются с проблемой транспортировки своими силами. Как это правильно сделать? На каком транспорте? Самое главное, чтобы не навредить. С недавнего времени в Курганской области появилась служба перевозки пациентов. Все наши автомобили специализированы для наших перевозок. Все сотрудники постоянно проходят переобучение для повышения качества оказываемых услуг. 90% наших сотрудников – это ребята с медицинским образованием, которые очень грамотно и квалифицированно подходят к транспортировке любой категории граждан. Служба перевозки пациентов выезжает ко всем, кто не может передвигаться из-за ограниченных возможностей. Будь то лежачий больной или пациент-колясочник. Квалифицированные бригады берут на себя все обязательства по перевозке в наилучших условиях. Любая транспортировка осуществляется по принципу «от кровати до кровати». Сами перенесут человека в авто с дальнейшим его сопровождением. Расстояние не преграда. Наши специализированные автомобили и наши квалифицированные бригады 24 часа в сутки готовы оказать любую транспортировку любому пациенту по любому маршруту. Будь то маршрут в черте города, либо загород, либо межгород. То есть посадки в самолет, в железнодорожный вокзал. Данными услугами часто пользуются пациенты центра Элизарова. К слову, услуга воздребована среди маломобильных пациентов всех медучреждений региона. Автомобили оснащены всем необходимым оборудованием для комфортной перевозки. Предусмотрены места для сопровождающих и багажа. Безупречная поездка в любое время года, даже со сложными травмами позвоночника. Работа отлажена до мелочей, что обеспечивает максимально быструю подачу автомобиля. Вежливые операторы 24 часа в сутки готовы принять звонок, выслушать проблему и посоветуют как более правильно транспортировать пациента. Отметим, ваша помощь в процессе не потребуется. Вы можете лишь сопровождать больного. Службу перевозки пациентов можно заказать и для посещения больными необходимых лечебных процедур, получить пенсию в банке или просто прогулка в парк. Но на этом руководство службы перевозки пациентов не останавливается. В скором времени в Курганской области, как и в соседних Тюменской и Челябинской областях, запустится социальный проект, главная цель которого – доступность услуги, еще более максимальным снижением цены. Помните, ваше здоровье – это ваш выбор, а мы дадим исчерпывающую информацию о возможностях системы здравоохранения в регионе. С вами был Алексей Старцев. Будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Газовые котлы от 3790 рублей. Е-96. Заказывай и забирай! 12 октября. Областная филармония. Впервые в Кургане. Самый интеллигентный и музыкальный комик проекта «Стендап» Иван Абрамов. Модуль 3х3. В зауральский курьер. Ваше громкое послание во вселенную информации. Спрашивайте на точках приема рекламы. Вы применяете специальное средство для смягчения воды в стиральной машине. Вы знаете, что вода может сделать с вашим чайником. Но почему-то вы думаете, что эта же вода безопасна для вашего газового котла. Компания «Горгазсервис». Промывка газовых систем отопления без демонтажа оборудования. «Горгазсервис». Когда работают профессионалы. Интернет-магазин «Столплит» представляет мебель по традиционно низким ценам. Кухня «Милена» с фасадом МДФ и мойкой в комплекте за 16100 рублей. «Столплит». Доступная мебель. Если у тебя есть интересное видео, пришли его на сайт курган.ру в раздел «Мобильные новости» и получи приз. «Мобильные новости». Будь первым. Будь мобильным. «Мобильные новости» и получи приз. Курган.ру и программа «Удачи на даче» объявляют конкурс для тех, кто знает толк в заготовках. Присылайте свои рецепты на электронный адрес дачасобакакурган.ру или звоните нам по телефону 600 045. За самые вкусные рецепты мы подарим призы. Партнер конкурса «Магазин Мир Техники». Региональная премия общественного признания «Время успеха-2017». Константин Пчаков. Организатор проекта «Зауральский характер». Олег Мелентьев. Трехкратный чемпион мира. Пятикратный чемпион Европы по армрестлингу. Клуб инвалидов «Ахиллес». Гранд фонда президентских грантов. Подробности на сайте Курган.ру 10 октября. Областная филармония. Классический русский балет Москвы представляет величайшее произведение 19 века «Лебединое озеро». Курьер-сателлайт. Проектирование. Прокладка ТВ-коммуникаций. Установка оборудования для видеонаблюдения. Телефон 467-222. Впервые в Кургане. Ярмарка верхней одежды, ермак, ветровки, куртки, пуховики по оптовым ценам от производителя. Открытие 1 сентября. Приходите за обновками по адресу улица Коли Миготина, 87. С 10 утра до 8 вечера. Здравствуйте. С прогнозом погоды вас знакомит Максим Пивоваров. Спонсор прогноза погоды – сеть оптово-розничных магазинов «Мясной». Всегда свежее охлажденное мясо и полуфабрикаты от местных производителей. Всем пенсионерам весь сентябрь скидка 5%. Подробности в сети магазинов «Мясной». Внимание! Открылся новый магазин. Ярмарка верхней одежды, ермак. Огромный выбор ветровок, курток, пуховиков по оптовым ценам от производителя. Приходите за обновками по адресу Коли Миготина, 87. А теперь о прогнозе синоптиков. В среду синоптическая ситуация в Заурале обусловится тыловой частью циклона, куда из Арктики будут поступать плотные слоистые облака, очаговые дожди и холод. Лишь к вечеру скажется влияние скандинавского антициклона, и погода возьмет курс на улучшение. В Екатеринбурге плюс 11-13, в Тюмени плюс 10-12, в Челябинске плюс 13-15, без осадков. В Кургане облачно, небольшой дождь, ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду, порывистый, температура воздуха плюс 6-8. Днем в Кургане облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, ветер северный 4-9 метров в секунду, температура воздуха плюс 13-15. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 756 миллиметров ртутного столба. 6 сентября солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго! Субтитры подогнал «Симон»!